Башкирия расширит дорогу в обход Стерли-Тамака. Участок длиной в 21 километр планируется довести до первой категории. Это значит, что количество полос увеличится до четырех. По ней в сутки смогут приезжать больше 14 тысяч машин. Открыть обновленный участок трассы у Фааренбург планируют не раньше 2025 года. На этот год нам довели на 20-й зафинансирование проектное. Мы проектируем и, соответственно, потом отторгуем СМР. Расширит и федеральную трассу М-5 в сторону Челябинской области. На данный момент дорога от Шамонино до границы с соседним регионом двухполосная. К 2030 году магистраль станет четырехполосной. Около поселка земляные работы начались в этом году. Вторым шагом станет реконструкция участка до Алатарки. В основном начнутся проектные работы. Мы сейчас там корректировки проектов делаем. Сами работы начнутся в 2022 году. В начале следующего года в собственность Росавтодора перейдет 9 километров трассы Уфа-Аэропорт. Такое решение было принято еще в прошлом году. Инициатором передачи стала Республика. Такая же судьба ждет дорогу Ак-Яр-Сибай с выходом на Магнитогорск. В планах передать Росавтодору всей трассы от Уфы до Магнитки. Важная для нас трасса, на самом деле, самое важное, это чтобы передали федеральную собственность, это Уфа-Белорец-Магнитогорск. И несмотря на то, что федеральные трассы связывают федеральные центры, областные, региональные, мы нашли понимание, что под каким-то благовидным предлогом, условно говоря, мы докажем значимость вот этой дороги Уфа-Белорец. Для Башкирии она очень значимая, соединяет центр Республики с Зауральем. За два года на федеральных трассах в Башкирии установили 59 камер фото-видеофиксации. Они расположились на самых аварийно-опасных местах. Все они подключены к Центру управления безопасностью. Стоимость контракта 200 миллионов рублей. Камеры окупились быстро. Очень быстро, быстро, за месяц. А вот идея вмонтировать в дорогу свечащуюся разметку в Башкирии не прижилась. Все дело в климате. Пока такой эксперимент проводят только на юге России. В нашей республике светильники могут стать жертвой грейдера, который будет очищать трассу от снега. А вот разметка, нанесенная термопластиком, успешно держится. Про коллег не буду говорить, но на федеральных трассах разметка держится. Мы ее наносим термопластиком. Термопластик держится, условно говоря, год. То есть то, что рисуем устойчивыми красками, оно три месяца уже истирается. Поэтому это пусть чуть дороже, но, как говорится, и для пользователей, и для нас по итогу выходит эффективнее. Самый масштабный проект управления дорог при Урале – сделать всю трассу М5 от Татарстана до Челябинской области шестиполосной. Правда, о сроках реализации говорить пока не приходится. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.